Брюссельская ария, ультраправая, от евронаблюдателей за псевдовыборами на Донбассе. Кто режиссировал их пресс-конференцию, кто прописывал монологи и кто же почитатели таких постановок? Политтехнологическая закулисы приоткрыла София Гордиенко. Это человек, качающийся в кресле, депутат Европарламента от ультраправого национального фронта Эльзасец Жан-Люк Шафхаузер. С востока Украины, где он дает эту пресс-конференцию, поехал в Брюссель рассказать вместе с итальянским коллегой Александром Муссолино всю правду о честных выборах на Донбассе. Перед пресс-конференцией Шафхаузер получает напутствие даже тезисы от человека в полосатой рубашке, который говорит с русским акцентом. Вот, это если можно распространить. Шафхаузер обсуждает файл и со своим помощником. В зале тем временем готовит столы к пресс-конференции. Кто здесь представляет и кто организатор этого действия? Лучше спросить у Стивена Колина. У Стивена? Ну, он представляет организацию. А вы? Я не даю интерфейс. Стивен Колин – солидный мужчина с красным маком на лацкане пиджака. Судя по его странице в интернете, человек-оркестр пишет статист, снимает сюжеты, хвалит президентов Казахстана и Беларуси, осуждает западные санкции в отношении России. Мы хотели организовать дебаты двусторонние, чтобы дать возможность всем услышать другую сторону. А есть ли сегодня представители противоположной страны? Не сегодня, но, конечно, мы пригласим. Солировал на конференции, конечно же, месье Шафхаузер хвалил выборы, ратовал за мир и намекал, что Европа потому их и не признает, что ею помыкают все, кому не лень. Особенно сейчас Европой манипулируют внешние силы, чтобы разделить ее пополам. Речь перекликается с заявлениями главы российского МИДа Лаврова. И странно, если учесть, что сам депутат тоже из непростого региона Франции, Эльзаса, от вопроса об исторических параллелях попытался уйти. Если однажды под влиянием Германии ваш регион решит стать Эльзасской народной республикой, туда ведут немецкие войска, чтобы поддержать возъявление народа, вы это тоже одобрите? Эльзас – это регион французский, основанный на немецкой культуре. Нас Германия атаковала из-за него три раза. Так вы поддержите Эльзасскую народную республику или нет? Нет, нет. И я очень четко это говорю. А вот итальянского докладчика из-за яркой фамилии чуть не приняли в Украине за родственника итальянского дучи Абенитен Муссолини. Конечно, я не родственник Муссолини, а в Украину поехал, потому что люблю эту страну. И мне очень жаль, что у вас такое происходит сейчас. Он тоже советует и Украине, и Европе выбор на востоке Украины признать. Правда, кто эти советчики? Брюссельский политический эксперт. Аманда Пол так до конца и не поняла. Я не совсем понимаю, почему они поехали наблюдать за абсолютно нелегальными выборами. Они пытаются оправдать неоправдаемое, полную подделку. Если выяснится, что эти люди связаны с Россией, я не удивлюсь. Связаны или нет, сказать трудно, но человек в полосатой рубашке. Кстати, завсегдаты всех пророссийских конференций здесь, в Евросоюзе, пристально следил за докладчиками. Несмотря на угощение, количество послушать о честных выборах в ДНР и ЛНР было почему-то очень ограничено. Всего два украинских телеканала и одно украинское информагентство. София Гордиенко, Василий Тушковский. Подробности телеканал Интер Брюссель.